Здравствуйте! В эфире программа «Территория здоровья». С вами Несса Потапова. Сегодня речь пойдет о раке, но не об этом. Рак – страшное заболевание, от которого страдают тысячи людей по всему миру. Им болели даже динозавры. Почему болезнь называется рак, а, например, не краб? Какие симптомы говорят о развитии заболевания? Существует ли чудо-лекарство? Об этом и многом другом смотрите далее. Придумал название болезни отец медицины Гиппократ. Так появился термин «каркинос», что в переводе с древнегреческого означает «краб». По мнению Гиппократа, опухоль разрастаясь, напоминала клешни. Позже античный римский врач Цельф не точно перевел слово на латинское «cancer», что означает «рак». Первые записи о раковых опухолях появились даже раньше Гиппократа. Самое древнее их описание – это египетский папирус, приблизительно с 3000 года до н.э. Наличие больных раком в древнем мире подтверждают не только записи. Ученые нашли опухоли у египетских мумий. Углубимся в прошлое еще дальше. Самой древней опухоли около 2 миллионов лет. Она была найдена у человекообразной обезьяны в Южной Африке. Таким образом, онкозаболевание сопровождает человечество на всем его эволюционном пути. Онкозаболевание находят не только у человека, но и у кошек, крыс и других животных. Раком болеют даже слоны, хоть и не часто. Новые методы анализа позволили ученым обнаружить рак у динозавра, жившего 68 миллионов лет назад. Проверяли кости и других динозавров. Диагностировали онкологию в 29 случаях. Понятно, что в древнем Египте не было МРТ. Люди даже не догадывались о том, что человека можно видеть насквозь. Наши предки не были избавлены от рака. Медицина идет вперед. Некоторые виды болезни уже излечимы в большинстве случаев. Создается новый метод лечения и диагностики. Пожалуй, древние египтяне не отказались бы от таких возможностей. В республиканском онкотиспансере сегодня представлены практически все виды существующих исследований. Молекулярно-генетическая диагностика и так далее. Благодаря нацпроекту здравоохранения и предшествующим ему программам здесь появилось диагностическое оборудование экспертного класса. Оно соответствует всем мировым стандартам оснащения. Оно позволяет проводить своевременную и качественную диагностику лечения, что очень важно для наших онкологических пациентов. Опухоли бронхов и легких, новообразование кожи и желудка – наиболее распространенные формы рака у мужчин. У женщин же на первом месте по частоте обнаружения рак молочной железы. Своевременно обнаружить такую опухоль помогает маммография. Таким образом, смертность от этого вида рака снижается на 15%. С какого возраста женщине нужно проходить маммографию и как часто нужно это делать? Это проводится после 40 лет. В течение двух лет один раз делается. Но когда, вот, например, в больнице, после операции, да, вот таких процедур иногда бывает в год два раза, три раза аж делаем. Ну, там пообследованы уже по надобности. Иногда процедуру проводят раньше. Для удобства населения в республике имеется два передвижных рентгенологических комплекса. Они отправляются в путь по районам, городам и предприятиям Чувашии. Наш коллектив действительно женский и очень важно то, что к нам приехали на работу, на рабочее место. В рабочее время мы можем посетить маммолога, сделать обследование. Для женщины это очень важно. УЗИ и маммография – золотой стандарт диагностики. Если добавить к нему сцентиграфию, получается платиновый. В отличие от УЗИ и маммографии, данный метод позволяет увидеть жизнеспособность опухоли и выявить ее на ранних стадиях. Данная установка является уникальной не только для Чувашской республики, но и для России. Если врач обнаруживает опухоль и дальнейшие исследования подтверждают, что она злокачественная, составляется план действий. Первое – правильно преподнести информацию пациенту. Как вы сообщаете пациентам, что у них рак? Как морально переживаете этот момент? Шоковая реакция, она практически одинаковая и у доктора, и у пациента, поэтому это всегда сложно. Проще становится вот как раз-таки тогда, когда специалист знает, как пациенту помочь, вот в этот же момент. Он начинает чувствовать себя сопричастным, он знает, какими словами его поддержать, и в этом случае перенести это все гораздо легче. Когда нет вот этой неловкости, что ты говоришь пациенту, что у него действительно серьезное какое-то заболевание, а знаешь, что нужно сказать после этого, и видишь, как твои слова помогают пациенту. Некоторые пациенты встречают неприятную новость стоически и сразу готовы к борьбе за свое здоровье. Я абсолютно никакого не испытывал страха, зная, что здесь хорошее оборудование, отличные врачи, и тем более я служил в десантных войсках, у меня это не первый раз операция. Один раз минист, разрыв министка, второй разробил обе лодыжки. Но такие случаи все-таки очень редки. Чаще всего диагноз онкология деморализует человека. Несмотря на то, что на первом месте по смертности инфаркты и инсульты, панический страх охватывает нас именно при слове «рак». Именно в этот момент очень важно не только услышать слова поддержки, но и понять, что это еще не конец. Именно здесь крайне необходима работа онкопсихолога. Психологическая помощь пациенту и семье актуальна на всех этапах реабилитации. Она позволяет улучшить психическое состояние пациента, уменьшить степень физических страданий. У нас работают медицинские психологи, они проводят разные методики. Это и арт-терапия, индивидуальная, групповая психотерапия, это и клубы общения. Лечением онкологических больных в диспансере занимаются мультидисциплинарные бригады в составе радиологов, химиотерапевтов, реабилитологов, хирургов. Они решают, нужна ли противоопухолевая лекарственная подготовка, как и когда будет проводиться операция, как вести пациента в послеоперационный период и многие другие вопросы, предусмотренные современными протоколами. Самым главным оружием в борьбе с онкозаболеваниями был и остается скальпель в умных руках хирурга. Смотрите сами. Недавно в Республиканском онкологическом диспансере была проведена операция по удалению опухоли щитовидной железы гигантских размеров. Врачам удалось сохранить голос и все двигательные функции больного. Мастерство хирурга и качество инструментов, которые он использует, играют равноценно важную роль. Мы используем практически все возможные инструменты, которые используются в современной медицине. Это и шивающие аппараты, это электрохирургические инструменты. И все это преследует одну лишь главную цель. Сделать операцию чистой, бескровной, выполнить онкологическую областику и минимизировать, самое главное, послеоперационное осложнение. Врачи говорят, правильно поставленный диагноз – половина успеха в лечении болезни. А если он поставлен своевременно – это удача. И таких случаев немало. Вот один из них. Молодой человек обратился в больницу с жалобами на слабость. Казалось бы, обычное недомогание, ничего страшного. Но при дальнейшем обследовании у него обнаружили злокачественную опухоль толстого кишечника. Операция прошла успешно. Пациент вернулся к нормальной жизни. Важно помнить, если не игнорировать тревожные симптомы и выявить новообразование на ранней стадии, вылечить заболевание можно примерно в 95% случаев. Как же не пропустить эту болезнь и снизить вероятность ее появления? Есть несколько тревожных симптомов, при которых желательно обратиться к специалисту. Первое. Большинство опухолей человек может обнаружить самостоятельно. Начупав уплотнение, не стоит его игнорировать. Регулярно осматривайте кожные покровы, в том числе розинки. Изменение их цвета, формы и размера может быть развивающейся меланомой. Если усталость не проходит даже после отдыха, это тоже может быть связано с онкологией. Как и появление температуры без симптомов, воспаления и резкая потеря веса без видимой причины. Снижение аппетита, быстрое насыщение, затруднение при глотании и чувство отвращения к пище. Эти явления часто сопровождают болезнь. Стойкий длительный кашель и охриплость. Если такие симптомы длятся больше двух недель, обратитесь к врачу. Помните, ваше здоровье полностью в ваших руках. Не игнорируйте симптомы, не характерные для нормального состояния организма. Врач не может знать о том, о чем алчат пациент. Эффективные методики лечения позволяют справиться с опухолями, которые раньше считались неоперабельными. Линейный ускоритель последнего поколения вместе с компьютерным томографом – это новая эра лучевой терапии, отмечают специалисты. Выполняется основной принцип лучевой терапии – это максимальное подведение дозы к опухоли с минимальным облучением окружающих тканей и органов риска. Как же будут лечить это заболевание в будущем? Возможно ли создание противораковой вакцины? Эта тема уже давно вызывает огромный интерес у населения. Насколько их надежды оправданы, могут сказать только специалисты. Сама по себе идея – вакцина от рака невозможна. Но на сегодняшний день есть те виды рака, этиологии и патогенез, в которых возникновение хорошо изучено. И есть в том числе вакцины, которые могут предупредить или уменьшить риск развития именно вот этих форм. Вряд ли будет когда-то в ближайшее время изобретена универсальная таблетка или универсальная вакцина. Мы скорее стараемся действовать как снайперы, то есть с каждой конкретной проблемой разбираться максимально точечно в пределах всего организма, то есть учитывая все нюансы. Были ли в практике такие истории, когда вы понимали, что шансов почти нет, но происходило чудо? Чудо однозначно случается. Мы не говорим, что нет-нет-нет, вы выпьете одну таблетку и все будет хорошо. Но мы должны объяснить им, что на сегодняшний день диагноз рака – это не приговор никогда. То есть на любом этапе есть специальные методы противоопухолевого лечения. И чудеса, о которых мы с вами говорим, они в первую очередь связаны с ними. Огромное количество препаратов, огромное количество клинических испытаний, которые проходят в настоящее время, позволяют добиться таких результатов. И даже в моей клинической практике такие случаи были, когда, например, пациенты начинают эффективное лечение, и болезнь получается остановить, добиться стойкой ремиссии. И пациент буквально оживает на глазах, и приходит и через год, и через два, и через пять лет, и радуется жизни. Поэтому чудеса случаются, и в онкологии они случаются каждый день. Ученые активно работают над разработкой новых методик борьбы с онкологией. Развивается как хирургическая помощь, так и лекарственная терапия. Разрабатываются моноклональные, таргетные препараты. Иммунотерапия шагает уже семимильными шагами. Препараты, подобранные путем клеточного анализа, заставляют бороться собственную иммунную систему пациента. И это не медицина будущего. Это медицина сегодня. О главных направлениях развития здравоохранения, об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы. Берегите себя и до встречи на территории здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова